Елена, ну представься. Да, Несмеянова Елена слушала выступление, творческую встречу с Ириной Зубаревой, которую знаю давным-давно, потрясающий фотограф, репортажник и художник, которому очень часто, может быть, просто не хватает времени, чтобы пойти и что-то снимать в свое удовольствие. Но вот случаются путешествия, которые, как известно, добавляют к нашему сроку жизни, отведенному Всевышним, еще дополнительное время. И вот там Ирина уже отводит душу и потом имеет возможность вспоминать сама и показывать нам эти прекрасные места, в которые хочется вернуться. И это здорово. Мы сегодня это видели. Спасибо, Ирина. Ленечка, а еще один такой вопрос уже как к автору. Ты прошла тоже такой цикл лекций и рассказала о своих работах. После Вкусия какое остальное? После Вкусия, прежде всего, то, что хорошо, что эти встречи были, потому что они позволяют как-то немножко остраненно посмотреть на то, что ты делаешь, сформулировать какие-то свои идеи, мысли, а потом показать то, что самое интересное, сформулировать, а потом еще увидеть в записи и понять какие-то моменты, которые проходили мимо. То есть это очень трудно смотреть. Запись встречи с собой, разговор. Ты видишь, как ты и показал, может быть, не то, что можно было бы, и сказал, может быть, не так, и где-то что-то сгоряча полетело из твоих уст. Но это прекрасная школа для всех нас показывать выборки, работать с архивом и учиться формулировать. Даже то, что, может быть, мы сначала не до конца осознаем, но начинаешь думать об этом, формулировать, и появляется некое новое дыхание, новое видение. Поэтому, Дим, спасибо, что ты это организовал, и то, что ты делаешь в записи. И мы с ужасом смотрим на себя. То есть правильно, что мы их не режем, да? Очень правильно, да. То есть видеть. Ну, мы же сейчас это не пускаем на какое-то там всероссийское обозрение. Ну, да, да, да. Это, ну, как нечего на зеркало пенять, коли рожек не та. Это школа, это школа. Ну, в любом случае, у нас в картинной галерее, как бы, мы выбрали такой формат, стараться по максимуму показывать документалистику, ну, в хорошем смысле слова, потому что живое слово, оно бывает ценное, даже в ошибке. Конечно, и потом речевой аппарат надо тренировать. С ним надо работать. Как это, эстетическую мышцу накачивать, речевой аппарат тренировать. Ну, как бы, все приходит в процессе работы. 10 тысяч часов, да, правило? Да, да. Угу.